This conference will now be recorded. 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 Продуктирован у нас где-то через месяц, конец июля, начало августа. И на этом мастер-классе мы просто расскажем все, что касается изменений именно в седьмом PMBOK. Ну и там действительно много всего поменялось. И вот, повторюсь, это находит отражение и в платформе инструментов Microsoft Project. Дальше, для того, чтобы поговорить о Project Professional, Project Online и Project for the Web, я выключу видеопоток со своей стороны и включу демонстрацию, собственно, экрана. То есть я не на сравнительных таблицах буду это, не на слайдах показывать, рассказывать, а, ну, собственно, в среде работы с этими приложениями. И для того, чтобы, ну, понимать, в каком из продуктов, в какой среде автоматизировать свое управление проектами, надо иметь представление о функциональности и немножко иметь представление об истории развития семейства Microsoft Project. Начинался Project в 1984 году и был одним приложением, которое можно было установить на Windows, можно было работать, еще и в 90-х годах можно было работать с операционной системой MacOS с Macintosh. Сейчас мы имеем дело в десктопном приложении только с операционной системой Windows. И изначально, еще в 1984 год, в Project не было графического интерфейса, и, тем не менее, все расчетные алгоритмы календарно-сетевого планирования, ресурсного планирования, бюджетирования проекта, трекинга проекта, оценки отклонений, оценки освоенного объема, они работали уже тогда. И дальше десктопный вот этот Project — это файловая система, файловая база данных, которая создается и сохраняется, так же, как, например, файл в Excel или файл в Access. Она частично автоматизирует управление проектами, и сейчас в современном варианте прямым наследником вот того самого изначально создаваемого Microsoft Project прямым наследником является Project Professional. Это по-прежнему приложение, которое входит в состав семейства офисных продуктов, то есть точно так же, как Word, Excel устанавливается на компьютер, на рабочее место пользователя. Это по-прежнему файловая система, файловая база данных, и это частичная автоматизация управления проектами, но полноценная с точки зрения классического традиционного управления проектами. То есть здесь можно планировать полноценную иерархию задач с неисчерпаемой структурой иерархических уровней подчинения. Можно планировать хронологическую последовательность выполнения операций, связывать задачи всеми типами зависимости, которые предусмотрены в стандарте PMBOK. Можно планировать в графике проектов ресурсы всех типов, которые в принципе можно предусмотреть, и трудовые, материальные, затратные, и люди, и оборудование, и план поставки материалов, и бюджетирование на фазе инициации проектов, и оценка затрат на фазе подготовки проекта. И с точки зрения управления расписанием, управлять проектом на критическом пути, в случае возникновения конфликта за ресурсы, когда несколько задач претендуют на одного и того же исполнителя в одно и то же время, можно заниматься и ручным, и автоматическим выравниванием загрузки ресурсов, то есть пересчитывать расписание с учетом того, что ресурсы ограничены в любом случае. Можно моделировать сценарий развития событий, это такая функциональность, сделать задачу активной, неактивной, фиксировать базовый план, базовые обязательства, после того, как план проекта, собственно, готов, и этот же файл наполнять уже фактической информацией о реальном выполнении работ на проекте, и формировать аналитику по накопленным отклонениям, формировать аналитику по освоенному объему, и управлять изменениями, если что-то поменялось, состав работ поменялся, состав ресурсов изменился, кто-то уволился, кто-то новый пришел как-то перекроить компетенции, а обязательства они при этом никуда не делись, а может быть надо, чтобы они изменились, вот это все можно увидеть в этом файле и ввести этот проект до тех пор, пока в самую последнюю задачу попадет 100% в завершение, все, работа с файлом на этом заканчивается. И таким образом Project Professional, как прямой наследник исходно создаваемого продукта Microsoft Project, это управление содержанием, управление расписанием и управление стоимостью. Абсолютно все, что было, начиная с первого PMBOK, во втором, в третьем, в четвертом, в пятом, в шестом, да, вот до самого-самого последнего PMBOK, в части этих трех основных ограничений на фазе подготовки и на фазе реализации проекта можно увидеть в этой файловой базе данных, построить на основании этого отчеты и так далее, и так далее. То есть, если для вас актуально классическое управление проектами по тому, что называется предиктивный, водопадный, ватерфольный жизненный цикл, если ваши проекты предполагают создание какого-то материального актива, если вы строите завод или занимаетесь производством или строите бизнес-центр, для вас важно формирование, допустим, того же плана поставки материалов на площадку, для вас важны вопросы бюджетирования проекта, для вас важно однажды оценку затрат, сравнить с этим бюджетом, который был утвержден еще на фазе инициации проекта, для вас важно фиксировать эти базовые обязательства и получать аналитику по отклонениям, если, например, у вас в компании используется метод освоенного объема, если корпоративная методология управления проектами предполагает работу с критическим путем проекта, с резервами, с выравниванием загрузки ресурсов, со сглаживанием ресурсов и так далее, и так далее, то есть все, что составляет такую идентичность профессиональных инструментов управления проектами, то для вас, для нас, для меня тоже в подобных проектах прямой путь в Project Professional. Есть еще такой брат-близнец у Project Professional, называется он Project Standard, Project Standard, стандартной редакцией. В Project Standard 98% функций Project Professional реализованы, но в Project Professional есть коннектор к следующему поколению продуктов Microsoft Project. Когда-то однажды, это был 2003 год, разработчики Microsoft поняли, что возможностей только управления содержанием, расписанием стоимостью может оказаться недостаточным для компании, и есть необходимость управлять всем портфелем проектов, есть необходимость управлять не локальным, а корпоративным пулом ресурсов, строить отчеты по всему портфелю проектов, организовывать коллаборейшн, такое взаимодействие между участниками проектов, и в 2003 году появляется продукт, который называется Project Server. Он прекрасно живет и работает, и сейчас это 19-я версия Project Server, и Project Server это уже не самостоятельное приложение, вот как Project Professional. Project Server это сервис, который работает на платформе SharePoint, и сейчас это тоже так. SharePoint это такая большая, обширная платформа, которая много сервисов предоставляет, и документы, и обороты, и личные страницы сотрудников компании, ну и так далее, и так далее. И вот один из сервисов позволяет, ну, например, там, строить диаграммы Ганта, то есть предоставляет какие-то специфические инструменты, которые касаются именно портфельного, программного, проектного управления. И Project Server работает вдвоем в связке Project Professional и браузер. Вот в браузере Project Server выглядит как набор веб-страниц, которые связаны между собой интерактивными ссылками, и здесь есть центр проектов, здесь есть корпоративный пул ресурсов, здесь есть корпоративный центр отчетов и так далее, и так далее. У меня такая почти стерильная система, потому что, ну, мы используем именно эту среду для проведения учебных курсов вот по сетевой версии. И это единое такое централизованное хранилище всей информации по всем проектам, которые, ну, когда-то однажды сохранялись, публиковались на этот сервер. И если для вас актуальны следующие вопросы, ну, например, вопрос управления стратегией компаний, портфельного управления, этот модуль можно включить, добавить просто даже в стартовые все внешние виды Project Server. Важно формировать библиотеку стратегических факторов, на что ориентируется компания в 2021 году. Важно приоритизировать эти факторы, важно анализировать все возможные потенциальные инициативы на предмет того, насколько они стратегии компании соответствуют, и принимать решение, ну, либо заниматься этим проектом, вкладывать время и деньги в подготовку, либо отказываться от этого проекта, откладывать его на более поздний срок, то, конечно, это Project Server. Если для вас важны вопросы, вот второй вопрос, да, ради чего вообще имеет смысл работать на сервере, вопросы централизации хранения данных и управления совокупностью проектов, то есть не только по отдельности, но и построения там общих отчетов по всему портфелю проектов, то это тоже Project Server. Если для вас важны вопросы взаимодействия между участниками проектов, вот в классическом тоже алгоритме, когда руководители портфеля проектов авторизуют проект, руководители проектов создают планы по расписанию, менеджеры по ресурсам создают ресурсные планы, и кто-то администрирует корпоративный пул ресурсов, участники проектов выполняют работы по проектам, отчитываются, предварительно сотрудники проектных офисов фиксируют базовые планы, руководители проектов принимают отчеты от исполнителей и либо принимают этот отчет, либо отклоняют его, то это тоже работа с Project Server. Если для вас важны вопросы очень тонкой настройки безопасности, когда по отношению к каждой категории проектов, к каждой группе людей определенные действия разрешаются или запрещаются, то, конечно, это тоже Project Server, потому что, например, тот же Project Professional, он не предполагает никакой защиты информации, ну, разве что на уровне файла, файл можно запаролить. А вот Project Server – это тонкая настройка модели безопасности в соответствии с общим алгоритмом компании. Project Server тоже относится к классической части семейства Microsoft Project, но уже в сетевом варианте, и появился он не сразу, напомню, это 2003 год. И Project Server – это работа с большим количеством участников, то есть если у вас в проектах ограниченная не очень большая команда, состоящая из пяти человек, то, в общем, наверное, городить огород там с Project Server нет смысла. Если с ним будут работать три человека, то тоже особого смысла не вижу. Если нет какой-то территориальной распределенности, если, в общем, цена ошибок на проектах не очень высокая, и вся совместная работа выполняется средствами, например, электронной почты или каких-то коммуникаторов, то, собственно, Project Server не нужен. Ну, а если уровень зрелости компании позволяет управлять портфелями, взаимодействием, ресурсным планированием и так далее, и так далее, и всем, что касается возможностей Project Professional, то тоже прямая дорога на Project Server. А дальше развитие семейства Microsoft Project пошло в направлении облаков. Вот Алексей спрашивает облачный Project Server. Облачный Project Server появился лет через 10 после того, как вышел Project Server on-premise, вот такой приземленный, который можно установить у себя в компании. Вот то, что вы сейчас видите в виде трансляции на экране, это Project Server on-premise, вот тот, который предполагает закупку оборудования, закупку лицензий, установку, настройку работы с этим веб-узлом, подключение рабочих мест Project Professional к этому серверу, создание целой системы безопасности пользователей этого сервера, распределения прав доступа, настройку корпоративного пула ресурсов, настройку элементов глобального корпоративного шаблона, ну и так далее, и так далее. Project Server, да, а вот в 2000, ну, например, в 2013 году, я точную цифру не помню, например, это было так, Project Server стал доступен по подписке. Вот это, то, что вы сейчас видите на экране, это уже Project Online, облачный Project Server. Ну, как видите, он практически не отличается от Project Server, который разворачивается on-premise, и с точки зрения внешнего вида, с точки зрения функциональности, он абсолютно идентичен. Различие в том, что он по-другому администрируется, то есть, если Project Server, вот в варианте приземленном, в варианте on-premise, предполагает, что у вас есть системные администраторы, которые могут оценить и загрузку оборудования, могут интегрировать Project Server в вашу общую среду информационную, как-то коннектить Project Server к тому же SQL Server, на стороне которого происходит хранение данных. Кто-то на стороне проектного офиса сможет все-таки администрировать пул ресурсов, готовить отчеты, аналитики и так далее, и так далее, тогда окей сервер. А если вы все-таки стремитесь сократить стоимость владения этой средой и при этом можете себе позволить хранить данные на сторонних серверах, можно всем этим не заниматься, то есть не содержать в своем штате системных администраторов, не покупать оборудование, не покупать, ну, что называется, там, владение пожизненной лицензией, никакими установками и вот такими чисто техническими настройками не заниматься, где-то минут за 10 развернуть Project Online. Вот это Project Online сейчас на экране, и он такой же, по функциональности такой же. Если вы, исходя из соображений безопасности, не можете позволить себе, ну, например, совсем ничего, да, там у вас в том числе на ночь жесткие диски вынимаются из компьютеров, кладутся в сейф, то тогда это только Project Professional на компьютере, который к сети не подключен. Если вы подключаетесь к сети интернет, но при этом хотите, чтобы данные по вашим проектам находились в периметре безопасности вашей компании, это Project Server. Если проекты, ну, предполагают возможность хранения данных на сторонних серверах, потому что Project Server по подписке – это физические сервера, которые находятся где-то в Европе, в Голландии, и, собственно, Microsoft предоставляет доступ к этим серверам. Microsoft занимается и развертыванием, и технической поддержкой, обслуживанием этих серверов, и предоставляет нам Project Server как сервис. То есть мы, во-первых, можем это себе позволить, а во-вторых, хотим сократить стоимость владения Project Server, то тогда, пожалуйста, welcome в подписке 365-го офиса. Некоторые подписки предполагают работу в Project Online. Вот, Project Online точно так же коннектится с Project Professional, точно так же руководителям проектов доступны все полноценные классические инструменты управления проектами, и точно так же это общее хранилище, точно так же это общие отчеты и так далее, и так далее. На самом деле, конечно, между Project Server и Project Online отличия есть. Ну, например, на стороне Project Server ваши системные администраторы могут организовать ежедневное резервное копирование, административное восстановление проектов и так далее, и так далее. В Project Online этого не предполагается, потому что сервера на стороне Microsoft находятся, они не будут забивать свои базы данных резервными копиями наших проектов. С отчетами немножко другая ситуация, другая история. Ну, отчетность в Project Online, она хорошо, прекрасно представлена коннекторами к Power BI, и в Power BI всю эту красоту в виде гистограмм, в виде дашбордов можно увидеть. Вот, ну и уж совсем недавно, если говорить о развитии этого семейства, да и, собственно, о развитии профессии управления проектами, сравнительно недавно. В нашу практику управления проектами все глубже и глубже стал проникать Agile, как общая философия. На самом деле Agile появился очень давно, примерно в то же время, когда Project появился. Но изначально эту философию, ну, так же, как и создавали, так же и подхватили в отрасли IT. IT в смысле управления проектами – это флагманская отрасль, и все инновации пробуют сначала на себе. И в рамках общей философии Agile стали появляться отдельные фреймворки, парное программирование, экстремальное программирование, Scrum, Kanban, вот из того, что используется сейчас повсеместно. И до поры до времени и стандарт PMBOK, и Microsoft Project где-то так немножко прикрывали глаза на Agile. Ну, то есть не прикрывали глаза, там и в PMBOK были упоминания гибких жизненных циклов, и в Project Professional в свое время появились шаблоны создания проектов не в формате ГАНТ, а в формате спринтов или Kanban досок, и коннекторы к планеру. Это приложение тоже в 365-м офисе. Но потом Agile настолько плотно вошел в жизнь, вышел за рамки IT отрасли, используется, это совершенно точно по своему опыту, работу знаю и в строительных проектах, и в нефтегазовых проектах, ну, то есть во многих отраслях, что и стандарт PMBOK не может игнорировать, и компания Microsoft не может игнорировать уже Agile, и считать это какой-то статистической погрешностью. Ну, то есть Agile теперь попадает в PMBOK как полноправная такая часть методологии управления проектами, собственно, поэтому 7-й PMBOK так сильно отличается от 6-го. А компания Microsoft выпускает еще один новый продукт, он совершенно иной. Эволюционно это самое юное такое приложение в составе семейства, ну, этого семейства, да, Microsoft Project. Называется это Project for the Web. Вот у меня слушатели иногда спрашивают, не очень часто, но тем не менее. Вот наша компания работает, например, в 365-м офисе, пользуется продуктами. У нас там есть какой-то Project, он тоже зеленый. Там вроде как можно со стартовой страницы, вот как в этом случае, можно, например, создать новый проект, можно, например, там создать какие-то задачи в этом проекте, можем ли мы его использовать, да, и вот, собственно, в ответ на эти запросы и появился этот мастер-класс. Project for the Web. Это исключительно веб, ну, то есть это только в интернете и только через браузер мы имеем доступ к этому продукту. Разработка клиента десктопного под Project for the Web, она, если и есть в планах у разработчиков, то где-то в очень-очень долгосрочной такой перспективе, то есть в обозримом будущем десктопа, вот так же, как, например, для Teams, есть десктоп, есть мобильное приложение. Для Project for the Web пока этого нет и в обозримом будущем ожидать его не нужно. То есть мы работаем в браузере. Project for the Web и Project Online, они отличаются друг от друга даже архитектурно, потому что Project Online, он хранит свои данные на стороне SQL-сервер, а Project for the Web данные хранит в облачной базе данных, среда, которая называется CDS, и среда эта позволяет анализировать данные из многих источников, работать и с 1С, работать и с сайтами, работать вот и с проектами и так и сяк. Это сервис в рамках 365-го офиса, и в основном меня, конечно, в режиме демонстрации именно этот сервис будет интересовать, потому что у нас по предыдущим двум продуктам учебные курсы есть. Вот если есть необходимость, например, освоить Project Professional, то у нас ближайшая группа стартует 12 июля в понедельник, через понедельник. И он такой 40-часовой курс, это прям полноценное управление проектами со всеми классическими инструментами. И на этом 40-часовом курсе с понедельника по пятницу слушатели получают несколько профессий. Специалист по календарностевому планированию, администратор проектов, менеджер по ресурсам, планировщик. То есть это классика управления проектами. По серверу у нас тоже два курса есть. По серверной части это курсы для пользователей, курсы для администраторов. По Project Online у нас, например, курсов нет, потому что это с пользовательской точки зрения то же самое. А вот по Project for the Web, ну, в общем, у нас пока и не предполагаются какие-то курсы, потому что мы видим такой облегченный интерфейс, современный интерфейс, интуитивно понятный. Предполагается, что этот продукт должен быть интуитивно понятен пользователям. Точно так же, как, допустим, не проходит обучение по Skype, там максимум ролик на 20 минут. Вот точно так же не предполагается и обучение вот этому новому проекту. Что здесь можно сделать? Можно на, собственно, стартовой странице увидеть проекты, которые недавно были открыты в этой среде, доступ к которым имеет конкретный пользователь, который создавал конкретный пользователь. И часть из этих проектов, она здесь попала сюда, собственно, из Project Online. То есть это такая живая среда, центр-специалист работает со своими проектами, мои коллеги оценивают сроки, оценивают свою загрузку, и вот можно эти проекты просмотреть, в том числе со стороны этого интерфейса. Но не в нем, да, если очень сильно постараться, очень сильно присмотреться, то можно увидеть, что у них даже пиктограммки немножко отличаются, те проекты, которые попали из Project Online, и те, которые созданы средствами Project for the Web. Здесь можно создать новый проект, собственно, с этого все начинается. Можно чистый, пустой проект, можно roadmap, это дорожная карта проекта, можно импортировать, это совсем недавно появившаяся такая функция, импортировать из Project Professional, из десктопного приложения, импортировать проект в эту среду. Ну, я создам новый проект, и просто, чтобы посмотреть, да, как это выглядит, поскольку, повторюсь, курсы учебные мы вряд ли будем, в принципе, по этому продукту когда-то проводить. Такой новый проект, не названный пока появляется, соответственно, что можно сделать? Можно присвоить ему имя, например, это проект по внедрению, ну, например, системы управления проектами. И можно планировать задачи в этом проекте, ну, то есть тоже интуитивно напрашивающаяся такая add new task, да, добавить новую задачу. Я добавляю новую задачу, просто прямым вводом с клавиатуры ввожу название, например, принятие решения, с этого все начинается. Принятие решения. Что можно с этой задачей сделать? Вот мы здесь видим вот такой интерфейс, который включает в себя три основных представления. Сетка, доска, это Kanban доска, и Timeline, это такой классический Gantt. Ну, и изначально отображается все сеткой. Соответственно, в этой сетке быстрый просмотр, назначение задачи, длительность задачи и возможность добавлять какие-то свои столбцы. Здесь видно, что это столбцы там с процентом завершения, с началом-окончанием старт-финиш задачи, с номером в структуре, с зависимостями между задачами и так далее, и так далее. То есть я могу поставить там длительность, например, в ноль дней, если это веха. А если это не веха, если это, допустим, какая-то задача, вот там после принятия решения, например, у меня идет фаза методологическая. То есть для внедрения системы управления проектами надо разработать методологию, допустим, какие-то регламенты и, допустим, какие-то шаблоны. Что я могу с этими задачами сделать? Я могу понизить их уровень, make some task, то есть я могу подчинить регламенты, шаблоны методологической фазе, могу номер по структуре посмотреть. Здесь 10 уровней иерархии предполагаются. Могу связать задачи. Ну, то есть, например, я понимаю, что, допустим, у меня шаблоны зависят от регламентов, или обе задачи, например, зависят от принятия решений. Я, соответственно, добавляю вот эти зависимости, depends это в американском варианте называется, и выбираю, да, что вот у меня, например, шаблоны после регламентов запланированы. Могу указать длительности задачи, ну, там сколько-то, неважно, 10 дней. Могу назначить эти задачи людям. Я не буду сейчас живым людям назначать, чтобы им не приходили оповещения по электронной почте о том, что им там какие-то шаблоны надо разрабатывать. Ну, в любом случае это будет выглядеть вот так. Ну, и, собственно, что еще можно сделать, да? Если вернуться там прямо на стартовую страницу, она у меня есть и в варианте, переведенном на русский язык, я вижу, что у меня появился вот этот проект, внедрение системы управления проектами. Как видите, никакого сохранения, как в файловой системе, никакой публикации, как на Project Server. Здесь этого проекта не предполагается. Ну, то есть я просто ухожу со страницы, и этот проект со всеми данными, да, можно в любой момент зайти на эту страницу, этот проект, он сохраняется и прекрасно работает. Что является одним из основных преимуществ, на мой взгляд, Project for the Web по сравнению с двумя предыдущими платформами? Это вот то, что в предыдущих случаях при изменении данных, при наполнении проекта данными предполагается, ну, механизм извлечения возврата, да, вот так же, как там файл какой-то пользователь открывает из общей папки и блокирует его для редактирования другим пользователям. Точно так же на Project Server или в Project Online предполагается извлечение, блокировка для редактирования другим пользователям и возврат этого проекта. То Project for the Web, в отличие от них, предполагает возможности одновременного многопользовательского редактирования проекта. То есть это полноценные совместные работы, совместная работа над проектами. И у меня слушатели много лет уже спрашивают, когда же будет одновременно многопользовательское без извлечения, возврата, без блокировки редактирование проекта. Вот сейчас оно есть, да, но есть оно только в варианте вот в этом Project for the Web. И, собственно, что еще можно посмотреть или сделать с проекта? У меня есть какой-то First Project, первый проект, который когда-то сравнительно недавно создавался. Здесь фазы, пакеты работ под проекты, операции, вехи, ну, то есть такой план проекта, где-то назначены задачи, ресурсам. Что касается других представлений, в которых этот план проекта можно, ух ты, план проекта можно посмотреть. Сейчас оживлю немножечко GoToMeeting. Кроме сетки, доска и временная шкала, да, как это выглядит. Вот доска, например, это камбан-доска, собственно, с возможностью отнесения задач, вех к тому, что называется, ну, обычно в скраме это называется, в скраме в камбане называется эпик, тут это называется сегмент, да. И можно с этими задачами работать, в том числе там с точки зрения хода выполнения, то есть группировать эти задачи по статусу. Вот если сгруппировать в три классических варианта статуса не начатая задача, выполняется, завершенная задача, здесь в этом случае, ну, так же, как и в сегментах, в этом варианте группировки работает drag and drop. То есть я могу, ну, не только там свойства задачи поменять, я могу их перетаскивать. Вот я, например, там какие-то задачи перетащу на фазу выполнения в сетке, я в этот момент увижу, что раз они на фазе выполнения, соответственно, это уже какие-то там 50, 17, 19 процентов завершения и так далее. 17 и 19 это сводные по суммарным задачам, а вот эти вот 50 и 50 и 50, да, это значит, что задача, задачи находятся на фазе выполнения. А как только на доске задача переезжает в завершенные, это можно тоже в режиме онлайн увидеть в сетке, то есть в этом случае задачи, в том числе в сетке, отображаются как зачеркнуты, их можно и здесь тоже флажком отмечать, да, и у них появляется 100 процентов завершения. Конечно, без всякой фиксации базового плана, но тем не менее, вот можно было в предыдущем случае увидеть, там, если какую-то задачу, например, вернуть в предыдущий статус, можно увидеть, что красненьким маркируются, собственно, вот эти задачи, которые просрочены, они уже должны находиться в прогрессе, они еще не начинались. То есть здесь нет возможностей управления проектом на критическом пути, здесь нет полноценного ресурсного плана, здесь вообще нет центра ресурсов, чтобы можно было оценить, например, материалы, оценить бюджет и оценить загрузку трудовых ресурсов людей. То есть то, что одному и тому же человеку, ну вот как по этой сетке, например, видно, одному и тому же человеку на один и тот же срок назначены две конфликтующие задачи, здесь никаких маркеров на этот счет нет, то есть никаких там выравниваний, загрузки ресурсов, про это, про все можно в Project for the Web забыть. То есть про классические инструменты профессионального управления проектами здесь речь не идет. Но это не по классике, а по гибкому жизненному циклу, ну вот такая совместная работа над проектами. И третье представление, представление временная шкала, это на самом деле не временная шкала, это классический ГАНТ, такой он очень интерактивный, то есть можно здесь испортить свой график, если случайно что-то куда-то подвинуть или там протянуть не ту связь. Вот, можно этот проект выгружать, например, в PDF и отправлять в формате отчета тому, кто заинтересован в просмотре, ну и какие-то минимальные средства, например, масштабирования или поиска задач, если она на какой-то долгосрочный период улетает, добавление в группу людей. Люди это просто пользователи, да, которые, они не выступают здесь в классическом смысле слова ресурсы, вот как в Project Professional или в Project Online. Вот, но тем не менее, вот, пожалуйста, да, как-то привычка все время сохранять, публиковать проект, здесь про эту привычку надо забывать, да, потому что просто вот мы уходим со страницы и все, все изменения, которые внесены в этот проект, они все сохранились, да, никуда они не денутся. Вот, что еще касается вот этого Project for the Web, возможности интеграции, он же входит в 365 офис и по лицензиям на самом деле схема лицензирования все время меняется, Project for the Web то входит, то не входит в какие-то планы, когда-то это было просто бесплатное приложение к Project Online, то есть если есть Project Online, то Project for the Web тоже есть. Вот, а сейчас отдельные схемы лицензирования под Project for the Web разрабатываются, ну и, собственно, разработчики говорят о том, что этот продукт будет развиваться. Это действительно так, потому что, например, вот изначально никакого импорта данных из десктопной версии Project не было, а сейчас есть, да, и вот при необходимости, при желании, я сейчас попробую показать, да, как выглядит вот этот вот импорт данных. У меня есть такие файлы проектов, ну вот, собственно, в классическом приложении. Это на самом деле просто файлы, которые остались с одного из предыдущих курсов. Вот, например, файл там создания какого-то сайта, да, если посмотреть на этот файл в Project Professional, то здесь, что назначены ресурсы, здесь какие-то связи между задачами, можно попробовать там воспользоваться всеми инструментами Project Professional, сделать какие-то задачи неактивными, какие-то задачи связать между собой необычным типом связи, потому что Project for the Web поддерживает только связь окончания-начала, и попробовать затянуть, импортировать этот файл. Ну, я сохраню, конечно, все изменения, только не в первом проекте. Первый проект мне не интересен, мне интересен сайт бренда. Импортировать из классической версии коннектор между Project for the Web и всеми остальными приложениями только этот, только в одном направлении. То есть я не смогу сохранить, опубликовать в Project Online или на Project Server. Я, собственно, не смогу тот проект, который вот сейчас создан, внедрение системы управления проектами, как-то экспортировать и посмотреть средствами Project Professional никак. Только вот в этом направлении сайт бренда я открываю, ну, точнее, Project for the Web открывает этот файл, и посмотрите, пожалуйста, какая функциональность слетает. Вся, которая не поддерживается вот этим вот веб. То есть ресурсы удалены, неактивные задачи удалены, Project в интернете поддерживает только связь окончания начала. Все остальные типы связи были удалены, то есть вот этого всего нет. По сути, это такое, ну, в каком-то смысле копирование, вставка информации по задаче. Вот это то, что касается интеграции между этими средами, этими приложениями. Да, из десктопа можно забрать, ну, какой-то минимум на самом деле, минимальный набор информации сюда, в веб. Что касается интеграции с остальными приложениями в 365-м офисе, вот, например, приложение Microsoft Teams у меня открыто в соседней вкладке, ну, то есть раз уж это agile, раз уж это совместная работа над проектами, то, конечно, было бы странно, если бы здесь не было каких-то средств коммуникации. И в команду, в обсуждение какого-то проекта, вот у меня там минимальный какой-то чат начинается, да, между участниками проекта, в Teams можно добавить, собственно, план проекта. Добавляется это через сам Microsoft Teams, вот здесь вот есть такой плюсик, да, что-то мы хотим сюда добавить. Добавить веб-сайт, то есть проект добавляется веб-сайтом. Вот я хочу, например, на внедрение системы управления проектами добавить ссылку. Это добавляется просто как ссылка, то есть я буквально в адресной строке браузера копирую адрес URL этого проекта, называю его, ну, например, системы управления проектами и вставляю вот этот вот линк, да, соответственно, сохраняю эту публикацию и в Microsoft Teams у меня участники команды проекта могут просматривать и те, у кого есть права редактирования, те, у кого, в принципе, есть доступ к Project for the Web, они могут редактировать эти данные. Вот в таком виде, в таком виде, в виде веб-страницы, веб-сайта живет проект в Teams. Отчеты Project for the Web, да, это интеграция с Power BI, с платформой, аналитической платформой Microsoft. Я, к сожалению, сейчас не смогу показать, потому что это все, ну, настоящая такая система, от центра специалисты, и у меня оказалось, что нет прав доступа, собственно, на обращение к облачной базе данных, но чисто технически в Power BI забираются отчеты из Project for the Web очень несложным сочетанием действий, набором действий, там буквально два-третьего движения надо сделать, ну, единственное, только действительно нужно уметь обращаться, иметь право, да, иметь разрешение обращаться к этой облачной базе данных, и, соответственно, Power BI покажет, сколько проектов, сколько трудозатрат по этим проектам, в каком статусе они находятся и так далее, и так далее. То есть то, чего и можно ожидать, и то, что и есть, в общем-то, в Project for the Web, это хорошая интеграция с сервисами 365-го офиса, и можно на платформе, которая называется Power Up, создавать приложения, в том числе мобильные приложения, которые смогут уметь работать с данными проектов из Project for the Web, и в Power Flow можно настраивать рабочие процессы для разных жизненных циклов, разных проектов. И если, ну, вот так вот резюмировать коротко, да, что такое Project for the Web, потому что с точки зрения функциональности, ну, тут можно еще есть что посмотреть, да, там можно, например, вот недавно появилась функциональность, допустим, настройки полей, новое поле можно создать, те, кто работает в Project Professional, вы знаете, что там настройка полей, это и формулы, это и такой мультивыбор, текстовые поля, и поля прямого ввода, вот здесь в Project for the Web недавно появилось поле с выбором, да, вот я, например, могу там какой-то приоритет задачам присваивать, какой-нибудь низкий, средний, высокий, а может быть, это поле свободного ввода, а может быть, это флаг, да, нет, там внутренние, внешние ресурсы используются, высокий, используются на задачах, ну, и так далее, вот, ну, то есть с точки зрения функциональности, в принципе, есть, конечно, еще что обсуждать, но в основном, в основном идея вот этого Project for the Web такая, да, зачем, зачем он нужен, и когда его выбирать, выбирать его тогда, когда вы работаете по Agile, и вам нужны вот эти канбан-доски, вам нужны вот эти статусы, между которыми вы драг-н-дропом перетаскиваете задачи, автоматически меняется процент завершения, можете совместно обсуждать проекты где-то в чате, например, в Microsoft Teams, если для вас, ну, дорожные карты, на самом деле, есть и в Project Professional, и в Project Online везде, да, такой верхнеуровневый отчет по основным вехам проекта, если для вас важно легкое управление проектами без сложных 40-часовых курсов, да, даже не разбираться там со всеми критическими путями, но при этом иметь возможность в спринтах, допустим, связывать какие-то разработки одной и другой функциональности, чисто технологически друг с другом, и для вас важен вот этот интуитивно понятный интерфейс, то тоже welcome в Project for the Web, ну и, конечно, возможности совместной работы, вот этого одновременного многопользовательского редактирования проектов, всем, кому предоставлен доступ, ну и такой коллаборейшн в команде, да, в совместных обсуждениях, там, на общих совещаниях использовать одну и ту же среду, один и тот же план проекта, вот тогда выбор остается за Project for the Web. Вот это то, что хотелось рассказать с точки зрения, с точки зрения функциональности. Ну и если говорить об обучении, конечно, осваивать инструменты управления проектами, не зная методологию, ну, как минимум сложнее, да, чем понимая вообще методологические основы, и в новом, в седьмом PMBOK нашли отражение гибкие подходы, очень суровые, существенные, да, и поэтому, может быть, имеет смысл действительно смотреть в сторону Project for the Web. А у нас в центре специалист есть целые комплексные программы. Одно дело, вы хотите там записаться на какой-то один курс, тут вы сами сможете через сайт это сделать, как в том числе на этот семинар. А вот если это комплексные программы, например, вам нужна теория инструмент, или, например, вам нужна теория сертификации, то здесь уже лучше проконсультироваться и о финансовых привилегиях, и о правильном сочетании, подборе расписаний и так далее, и так далее, потому что одних только форматов обучения, и открытое обучение, и очно-заочное обучение. У нас, например, в открытом формате с этого понедельника, с 5 июля, стартует пользовательский курс по Project Server, да, и что такое открытый формат, и каковы его преимущества, и как правильно подобрать удобный для себя формат. Лучше, конечно, на эту тему получать информацию про все эти форматы, лучше получать у грамотных консультантов, наших менеджеров. Вот по промокоду «Иду вперед» можно получить эту развернутую, подробнейшую консультацию на эту тему. Вот, коллеги, давайте с вопросами, да, по, собственно, основной теме нашего мастер-класса. Я вижу, какие-то вопросы появились в чате. Если они большие, то я их просто оставляю на потом. Вот Алексей Сухарев спрашивает, и вы, коллеги, тоже пишите в чат, если у вас какие-то остались вопросы по разным платформам. В Project Professional на вкладке «Задачи» есть планировщик, плэнер, связан с какими-то облачными сервисами в Microsoft, с какими именно и что он может делать. Смотрите, Алексей, если вы видите у себя такую иконку «Плэнер», я в своем Project Professional ее не покажу, потому что у меня совсем десктопный, да, не подключенный к Project Online. Вот, а если у вас он по подписке, опять же, да, лицензия такая оплачена, то вы видите «Плэнер». «Плэнер» — это тоже приложение, это просто приложение одно из. Оно не имеет отношения прямого к тому, что мы сегодня обсуждали. Вот я не знаю, есть ли здесь в списке всех приложений у меня это. А, ну вот он, плэнер доступный. Это совсем другая история. Плэнер — это, смотрите, сценарий примерно такой. Руководитель проекта в Project Professional поставил задачу. Ему все равно, как исполнители эту задачу будут выполнять. Он ее синхронизирует с плэнером, а дальше уже исполнитель, получая из Project Professional эту задачу, ну, начинает там какой-то свой планчик, да, такой составлять. То есть буквально как органайзер, как дневничок такой, да, вот это плэнер. И коннектор от Project Professional к плэнеру только в этом направлении. То есть все, что там пользователь делает в плэнере с этой задачей, оно никак не синхронизируется с файловой системой, с десктопным клиентом. Вот, это планировщик, да, плэнер называется. Так, Алексей, дальше следующий вопрос. Откуда формируется пул ресурсов Project Online? Project Online, вот он у меня открыт, вот он пул ресурсов Project Online. Это, ну, просто живые люди, да, точно так же на Project Server пул ресурсов. Формируется он из работы проектного офиса. Ну, то есть проектный офис сюда вносит, например, людей, оборудование, материалы, какие-то бюджетные статьи, какие-то там, допустим, затраты, которые предполагаются на проекте, затратные ресурсы. Тут же функциональность такая же, как в Project Professional, только плюс еще collaboration. Вот, и кто-то администрирует этот корпоративный пул ресурсов. То есть настраивает календари, настраивает ставки этих ресурсов, актуализирует информацию, актуализирует информацию об уволившихся сотрудниках и так далее. Проектный офис обычно администрированием занимается. У Николая вопрос. Сможет ли Project for the Web переварить большой проект из десктопной версии для единовременной работы пользователей? Николай, интерес ваше понятие, но я, честно говоря, не пробовала там это сделать, и каких-то деклараций со стороны Microsoft я на эту тему не видела. Тут, наверное, или-или все-таки. Или вы работаете с большими проектами в десктопе, там, с масштабными, да, такими, с материальными активами, или вы работаете по Agile, в Project for the Web, поручения, task tracking, kanban, доска и так далее, и так далее. Пока это, наверное, вот так. То есть я бы не рискнула на самом деле загружать в Project for the Web огромные объемы данных, которые можно ввести в Project Professional. Мне приходится в Professional работать с проектами, в которых там десятки тысяч строк, и, ну, можно чисто из академического интереса попробовать все-таки затянуть в Project for the Web такой проект, но работать бы не стало бы. От Егора вопрос. Используй Project Server, Project Online. Можно ли нескольким пользователям одновременно работать в одном проекте, или это только веб? Егор, только веб, только веб. Одновременное многопользовательское редактирование, это только вот этот юный, юный Project for the Web. Project Online и Project Server – это механизм извлечения и возврата, то есть блокировки для всех остальных пользователей во время извлечения, блокировки плана проекта. Вот, коллеги, еще какие-то вопросы? Ну, вроде бы на те, которые появляются в чате, поотвечали. Если у вас будут появляться вопросы по расписанию обучения, то, пожалуйста, welcome, звоните с промокодом на наши телефоны, и менеджеры с удовольствием вам такую консультацию предоставят. Если вы хотите пройти обучение, буду рада с вами встретиться, ну, так же дистанционно, как сейчас, или очно. У нас комфортная аудитория в разных частях Москвы в учебных комплексах. Вот, а на сегодня это по теме все. Спасибо вам большое за подключение, за внимание, и, ну, до новых встреч. Мастер-классы мы часто проводим, и обучение тоже идет с утра до вечера в разных форматах, в разное время, и по выходным, и в рабочие дни. Спасибо, коллеги, удачи вам в проектах к мастер-классу по седьмому PMBOK. Не забудьте подключиться. Спасибо и всего доброго.